Доброе утро, друзья! Я назвал... Драдхарт? Да, Драдхарт. Да, правильно. Ну, расскажите, как... Немецкая, да? Да. Это охотничья порода собак, вот именно она для того и заводится, чтобы собака работала, собака охотилась. У меня, Анечка, первый вопрос. Откуда фазаны? Как это охота на фазанах в наших местах? Ну, история достаточно известная. Мы с женой вывели в квартире шестов фазанов, с этого началась... Квартира лопнула? Нет, мы их выводили и увозили в деревню, там построили ящики, вольеры, вот. А потом купили хозяйство и в этом году уже вывели 7 тысяч фазанов. Так, ну, естественно, вы их на вольные хлеба не отпускаете, да, куда-то? Нет, они находятся в вольерах, в оборудованных специальных, то есть у нас большая территория, 2 гектара земли. И там, собственно, они живут, вот. Климат им как наш? Да, прекрасно. Ну, они вообще-то европейские птицы, это так-то? Они не выживают у нас, потому что нет кормовой базы. Так бы они достаточно комфортно, им мороз ни почем, главное, чтобы было, что кушать. Ну, давайте, наверное, про соревнования поговорим. Как они будут проходить? Соревнования будут проходить недалеко от поселка Токарево, 26-го числа. К сожалению, морозы внесли свои изменения, мы хотели 20-го провести, но поскольку было минус 30, будет 26-го. И фазан бы замерзал просто в полете. Нет, люди бы замерзли, фазан как раз ничего, я буквально вот вчера был на ферме, и они себя хорошо чувствуют. Вот, и 26-го числа, недалеко от поселка Токарево, мы приглашаем, там будут гости, будут охотники, будут охотники с собаками. Это будет такой большой праздник, у меня задача популяризировать вот именно, ну, такие вот праздничные охоты. В общем, ждем гостей. Босса опять же чем-то надо занять, потому что наверняка собака будет рада поработать. Будет участвовать в вашей собаке? Нет, в этот раз не будет, поскольку я сам организатор, но думаю, что на весенних соревнованиях уже босс покажет себя в полной красе. Вообще, какие требования есть к участникам? Все-таки охота – это серьезно, это оружие? У нас есть, ну, во-первых, там будут охотоведы, егеря, безопасность, естественно, на первом месте, то есть мы получили рекомендации от разных, скажем так, госструктур, как это все нужно проводить, и как нужно провести правильно, то есть там будет все организовано с точки зрения… Ну, вот краткая схема охоты на фазана. Человек бежит, видит фазана, стреляет, а собака нужна для того, чтобы его принести, правильно? Его нужно найти сначала. Поднять. Очень большое заблуждение, когда люди думают, что легко взять фазана. На самом деле нелегко. Как происходит обычная охота? Мы выпускаем в лес какие-то поля фазана, выпустили его в одном месте, через час он уже может быть совершенно в другом месте. Он уже перелетает к границу Австрии и Польши, да? Да, да, да. Без собаки, босс, сидеть, без собаки совершенно невозможно его найти или просто редкая-редкая удача бывает. Собака поднимает этот птиц? Собака его находит, встает в стойку, охотник видит, подходит, и потом у охотника есть ровно 3 секунды, чтобы произвести выстрел, потому что фазан может… Это единственная птица, которая может взлетать вертикально, вот, как вертолет. Да, и очень высоко. То есть нужно уметь стрелять, и, конечно же, нужна собака для того, чтобы охота была успешной. Кто-то кроме вот этой породы умеет охотиться на фазан? Да, конечно, ну, достаточно много охотничьих вообще пород, там, курцхары, дратхары, ну, по-моему, даже… Из кого-то популярного, вот, на слуху, какая-нибудь порода есть? Да, вот он режет, боссик, очень популярная сейчас порода. По названию я первый раз вообще в жизни слышу, конечно, да. Такса, вот это популярно. Такса, норная собака, не птичья. Да, у меня, ну, еще там, спаниели, допустим, они тоже с ними охотятся, вот. Вот, они больше приносят, как бы, больше поутки. А дратхары, они такие универсальные охотники, и у них, ну, очень хорошо получается, у них это в крови. То есть у нее хватает терпения тихонечко подойти в стойку встать? Да, в стойку встать и не побежать за птицей. И потом, ну, они еще, у них обоняние очень хорошее, то есть они находят птицу. Это, ну, одно из составляющих успеха на охоте. Так, ну, то есть поохотиться на фазана по факту можно только вот на таком мероприятии, потому что они же у нас не водятся, правильно? Нет, не водятся, да. Ну, на этом мероприятии можно поохотиться, и можно поохотиться, мы организовываем охоты, то есть в любой день индивидуальные проводим. То есть можно приехать, сказать, мне, пожалуйста, парочку в лес выпустите, и потом за ним побегать. Да, это делается заранее, выпускается для того, чтобы был спортивный именно дух, потому что фазан, он может перелететь и так далее, охотнику для того, чтобы, ну, найти фазана, даже с собакой требуется, ну, иногда час, иногда полчаса, иногда два часа. По-разному, то есть каждая охота, вот у меня еще не было ни одной одинаковой охоты, она всегда разная. И бывает там, ну, бывают неудачные, неудачные охоты тоже были, когда там охотник не может попасть, или, допустим... Или когда фазан принес охотника, не прерываете его, никуда не годится. Ну, да, или бывает, что, допустим, ну, стреляют-стреляют, а берут всего лишь там из десяти фазанов три, вот. А бывает так, что вместо фазана медведя принесли, белку, парк и косуль? Там же у тебя охотничий билет, если ты пошел на кого-то, ты того и должен добыть, правильно, я понимаю? Да, да, да. То есть нельзя отвлекаться, уже пошел за фазаном, у тебя охотничий билет на птиц. На тебя идет ли билет? Говоришь, извини, у меня на тебя нет лицензии, мне уже взаимно. Именно так. А он так не думает. Именно так. У него-то есть на вас лицензия? Да. Нет, ну, сейчас уже зима, сейчас уже их, ну... Мишки спят. Да, да, да. Итак, друзья, 26 ноября отправляйтесь, пожалуйста, в Сесерский район, поселок Токарева. Да, там будет проходить охота на фазанов. Очень красивое возрождение, красивые традиции, организованных охот, все по правилам, специальная птица, специальные собаки. Да, если вы Никита Михалков, то можно отправиться. А может, и не просто Никита Михалков, почему только Никита? Ну, потому что он у меня ассоциируется с тарской охотой. Потому что фильмы обыгрывают это. Что же, мы прервемся на пару минут рекламы, а потом Маша и Медведь, возможность выиграть экскурсию к нам на ОТВ.